О том, как изменится жизнь кубанцев с продлением карантина, о чем нужно знать жителям и почему важно соблюдать установленные требования, смотрите в следующем материале выпуска. Несмотря на то, что с каждым днем возрастает количество заболевших коронавирусом кубанцев, в целом обстановка остается благоприятной, во многом благодаря вовремя принятым и четко соблюдаемым карантинным ограничениям, которые позволили минимизировать распространение опасной инфекции. Режим карантина продлен до 18 апреля, однако губернаторам в постановление внесены изменения, смягчающие ряд требований. Так, на территории районов введено беспропускное окно. С 10 до 16 часов пропуска на автомобили внутри муниципалитетов отменены. В это время дня можно передвигаться на автомобили внутри городов и районов для решения накопившихся житейских дел, сделать необходимые покупки. Однако стоит понимать, что любая поездка должна совершаться только в случае экстренной необходимости. Без острой надобности лучше не выезжать и оставаться дома. Сотрудники ГИБДД могут остановить транспортное средство для того, чтобы уточнить цель поездки. До 10 и после 16 часов передвижение на автомобиле возможно только при наличии пропуска до места работы или домой. Общественный транспорт по-прежнему продолжит работу лишь в утренние и вечерние часы. Славянцы смогут доехать на предприятия беспрерывного цикла и жизнеобеспечения, которые продолжают функционировать. Таким образом, потоки работающего и неработающего населения будут разведены. Открыты банки, СТО, продовольственные рынки, разрешена продажа продуктов питания, рассады. Есть и еще такие смягчения режима. Родителям с маленькими детьми можно совершать прогулки вдоль многоквартирных домов вне игровых площадок с соблюдением социальной дистанции. При этом массовые скопления людей на улицах не допускаются. Пропуска для пешеходов по-прежнему обязательны. Исключение – поход в ближайший магазин или аптеку. Просто прогулки по улицам запрещены. Без красного пропуска сохраняется запрет на передвижение между городами и районами. На въездах муниципалитеты контроль усиливается. Также во избежание занесения инфекции из других регионов сохраняется строгий контроль транзитного транспорта. Все меры, принимаемые для того, чтобы остановить распространение болезни, встречают понимание со стороны жителей. Карантинные меры обязательно нужны, потому что у нас люди очень самонадеянные и как-то беспечно относятся к своему здоровью. И я считаю, что я очень поддерживаю нашего губернатора, что он вовремя ввел такие меры. Они, конечно, жесткие и кого-то они раздражают, но, чтобы не разносить эту инфекцию, можно потерпеть, посидеть дома. Себе самому настроиться, настроить находящихся людей с вами. Но как-то потерпим, потерпим. Мы русские, мы терпеливый народ, мы все перебесем. И как-нибудь поборем эту беду. Для жителей Краснодарского края действуют горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. Круглосуточно единая горячая линия оперативного штаба 8 800 707 07 11. Горячая линия регионального Минздрава 8 800 200 0366. Штаба для помощи пожилым людям 8 800 200 34 11. Кроме того, с актуальной информацией по коронавирусной инфекции работает сайт www.covid-kuban.info.